Взгляды политиков К сожалению, мы сегодня наблюдали, что, наверное, молодежь и новые кандидаты в народные депутаты хотят проводить эту избирательную кампанию по-своему. Абсолютно неудивительно, что самый рейтинговый кандидат, который занимает сегодня абсолютно по всем социологическим опросам первое место и уверенно лидирует по 135-му избирательному округу, был сегодня атакован, можно сказать, нападками кандидатов, которые идут далеко позади Сергея Кивалова. Я хочу сказать, что Сергей Кивалов порядка 20 лет представляет Приморский район Верховной Раде и сегодня здесь собрана на пресс-конференции команда Сергея Кивалова, которая готова идти на любые эфиры, на любые пресс-конференции, общаться с любыми оппонентами и дискутировать на тему того, что сделано в нашей стране и что сделано в частности в Приморском районе. Они делают себе рекламу, пиар за счет авторитета Сергея Васильевича Кивалова. Дело в том, что те люди, которые пришли, я их лично никогда не видел раньше. Понятно, не те, которых они использовали, молодчиков. И возраст этих молодчиков был, ну, в этот раз, это начиная с 12 лет. Я спрашиваю, уважаемые, вы не боитесь, что они здесь делают? Родители их вообще знают, что они находятся здесь, выламываются в штаб кандидата и, безусловно, может быть опасность, потому что идет столкновение. На что, знаете, ответ такой хи-хи-га-га вот этих руководителей, абсолютно несерьезные и, ну, безответственные отношения к тому, где находятся эти малые дети. Второе. Сами организаторы и сами участники этого процесса вели себя в Хамске. Там были уважаемые люди, профессуры, были уважаемые люди, которых знают в городе, которые работают в штабе. И отношение к ним было, ну, знаете, только чуть ли не на «ты», и так, с улыбкой, с насмешкой и так далее. Поэтому, конечно, штаб у нас работает, и было неприятно и дискомфортно всем работникам штаба, потому что на полдня мы остановили свою работу. И в тот момент, когда сам Сергей Васильевич находится в округе, когда Сергей Васильевич встречается с избирателями, находится на каналах, то есть в избирательном, активном таком процессе, собирает наказы, тут же помощники и службы выполняют эти наказы. Они, вместо того, чтобы следовать примеру настоящего кандидата, такого, который должен быть, они совершают дебош и хулиганские действия. Говоря о том, что здесь мы обнаружили правонарушение, видите ли, штаб находится не в том месте. Я говорю, но если вы так себе подумали, то пойдите в полицию, объясните им свою позицию, а полиция проверит и даст соответствующую квалификацию. Это абсолютно цивилизованный способ разрешения вопросов. Нет, их же там никто не увидит, понимаете. Они должны прийти, пропиариться, покричать, подудюкать, вот как у нас. Уже в соцсети сразу же мы смотрим, выкинули эту информацию, что видите ли, они пришли к Сергею Кивалову и так далее. То есть идет, знаете, вот такой пиар абсолютно на уровне разговоров и хулиганских действий, которые... И этот пиар уже всех давно достал, извините за такое слово. Надоел. Я спрашиваю, они говорят, у нас вот Варламов, мы от Варламова. Я, честно говоря, я не знаю его. Я депутат городского совета, я его не слышал раньше. Слышал, отец работал когда-то в городсовете, да, а этого я не знаю. Кто он такой? Расскажите. Он деятельный, где-то он что-то делает, что-то сделал для города, вот он кандидат. Знаете, они ничего не говорят, сразу переходят на личности Сергея Васильевича. Знаете, то есть абсолютно неконструктивный народ. И, честно говоря, вот сегодня так был сделан такой, знаете, такой пиар-ход с их стороны, такой черный на имени Сергея Васильевича Кивалова. Ну, это противно, неприятно. И я хочу... Мы тоже обратились с соответствующим заявлением в полицию. И я надеюсь, что полиция даст соответствующую квалификацию, оценку данным, с моей точки зрения, преступным действиям, поведением. И официально заявляю, что у нас в УЗИ на протяжении многих лет его существования никогда не было и не используется, и не будет использованы ресурсы студентов или преподавателей в избирательном процессе. У нас действует демократия. Никогда в жизни не агитирует никто. Никогда в жизни никто никого не принуждает. Более того, если у кого-то есть желание работать в качестве волонтера, конечно, он работает. Это естественный процесс. Тоже Сергей Васильевич Кивалов создал, является основателем и создателем двух ВУЗов. Национального университета Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Естественно, что там есть более 2,5 тысяч рабочих мест на сегодняшний момент, где работают и одесситы, и приезжие. Это более 20 тысяч студентов. И, конечно, люди, которые могут заявить о своей позиции, хотят поддержать своего кандидата Сергея Васильевича Кивалова, президента университета, конечно, они это делают. Но это не рабский труд, как рассказывают. Это не какой-либо труд. Это и профессора с удовольствием работают. Это и мы работаем с удовольствием. Я также являюсь волонтером штаба. Это и наши студенты, которые, знаете, для многих это, во-первых, практика, опыт, потому что у нас есть факультет политологии, социологии, психологии. Это и просто желание работать и внести свою лекту, ну, наверное, в лучшее будущее нашего города и нашей страны. Что касаемо событий, которые произошли. Вы знаете, сегодня многие рассказывали, они якобы выявили какое-то преступление. Ну, правовое незнание, оно приводит к правовому беспределу, поэтому мы еще раз подчеркиваем, что штаб находится на законных основаниях, на основании договора, аренды, на территории частного университета. И то, что сегодня произошло, это, во-первых, вторжение на частную собственность, а во-вторых, это прямое преступление, ну, оно квалифицируется как минимум как хулиганство. И, конечно, компетентные органы, я думаю, я уверен, что дадут этому соответствующую правовую цену. У нас от университета есть огромное количество кандидатов в народный депутат. Это и Квасницкая депутата детского городского совета, она второй номер в Самопомичи. Это и огромное количество не только в Приморском районе, но и в Суворовском, и в Малиновском, и в Киевском районах кандидатов, которые являются или студентами, или преподавателями нашего УЗа. Но это нормально, это демократия. У нас никто никого не принуждает, не заставляет. Хочет человек, идет. Тот же Варламов, один из кандидатов в народный депутат, это бывший наш студент. Его мать, говорю, СМИ, работает у нас в Международном гуманитарном университете преподавателем на кафедре, по-моему, лингвистики и перевода. И мы сегодня говорим о том, что у нас кто-то какого-то принуждает, и это не демократия. Если бы у нас не было демократии, я думаю, что соответствующие меры были бы давно уже предприняты. И в отношении членов, и у семьи, и так далее. Никогда этого никто не делал и не будет делать. Спокойно, каждый, кто хочет изъявлять свою политическую позицию, изъявляй. Хочешь быть волонтером в штабе работы? Хочешь преподавать? Преподавать. Хочешь быть кандидатом в народные депутаты? Иди. Поэтому это абсолютно нормальный, естественный процесс в нормальном демократическом государстве. То, что мы видели сегодня, ну это возврат в 90-е, это возврат в гбандитском и беспредел. И еще раз повторюсь, я уверен, что компетентные органы дадут этому соответствующую правовую оценку. Кожна людина в нашей стране є гражданином Украины, так, и может висловлювать свою политическую позицию. И каждый студент нашего университета так же является законослушательным гражданином Украины. И висловлю свою гражданскую политическую позицию на рівні з усіма іншими людьми. Поэтому каждый студент, который берет активную участие в жизни университета, это все чисто особистые воли виявлення. И от имени ущего студентского самовредования, Национального университета, Одесская университета, Академия, також Международного гуманітарного университета, я могу с певностью сказать, что нема никаких таких, как говорят, рабства, или еще что-то нема, никто никого не агитировал. Кожна людина, у нас навіть створена команда Кивалова, так, и было в интернете, в социальных мережах, так, висловилась такая ссылка, где можно было зареєструватися и стать частью членом команды Сергея Васильевича. И, правда, было много желающих среди студентов, среди выкладчиков, среди профессоров, так, кто виявил свое желание брать участие и помогать, то есть это волонтерство. Тому, правда, нас, навіть студентов, очень обурило и пригнилило то, что нас рабами, вибачте, вважают. Серьезно, сегодняшняя ситуация в Украине – это демократия. И, поэтому, еще раз повторю, что никто никого не агитировал, и, правда, наши студенты сами обирают свой шлях и те, чем им заниматься. Тому, так, дякую. Извините, я еще прошу прощения добавлю, что сегодня, знаете, такое у нас говорили сегодня о том, что пришли люди якобы бороться с, я не знаю, детским трудом, приведя действительно малолеток, которым там было до 15 лет. Более того, если вы видели, они снимали это все на камеру. Стоит штаб, никакой охраны, никого нет. Все ходят, пожалуйста, работайте, все доступно, все открыто. В штабе, когда они завалились туда толпой, извините меня, там сидело 5 девушек, 5 красивых, умных девушек, которые, ну, просто работали, выполняли нормальность в работу. Более того, они реализовывали на тот момент одну из социальных программ, которая действует не в рамках выбора, хочу подчеркнуть, а уже на протяжении многих лет. Это бесплатная стоматологическая помощь, это компьютерный курс. И многие-многие есть программы социальной поддержки одесситов, которые не действуют, в отличие от многих других кандидатов, в предвыборный период. Они действуют на протяжении всех тех лет, что Сергей Алексеевич представляет в парламенте Приморский район. И когда эта огромная толпа людей завалилась к этим девочкам, вы понимаете, они просто, ну, я вам говорю, минимум их напугали. А максимум просто показали, ну, где правда, а где, извините, правовой просто и не только беспредел, а просто бандитизм. И, извините, можно еще добавить? Тоже хочу добавить те, что, справді, навіть ті студенти, так, кто є волонтерами, просто кажучи, скільки всього зробив Сергей Васильевич для міста і для наших же студентів. Тобто, скільки є можливостей для того, аби реалізувати себе, навчатися, працювати, займатися спортом, культурою, наукою, все інше. Так, тому, справді, буде купа бажаючих і студентів, і викладачів, хто буде, ну, хотіти брати участь і допомагати, і бути волонтером, і бути в команді Сергія Васильевича. Я хочу добавить от себя для кандидатов по 135-му избирательному округу і по другим округам, для того, чтобы стать народным депутатом или стать депутатом, нужно идти к избирателям, нужно общаться с людьми, нужно убеждать одесситов, а не шарахаться по чужим штабам і не вносить деструктив. Також хочу сказати, що наш избирательний штаб і команда Кивалова продолжає принимати в свої ряди всіх неравнодушних одесситів, які хочуть бути з нами вместе, які хочуть відстаивати здравомыслия, правову позицію в нашій країні, я призываю об'єдиняться, тому що Одеса знає Кивалов за Одесу.